Я нахожу очень интересным то, что может находиться внутри какого-то двора. Бывает, подходят люди и говорят, не надо тут ничего фотографировать, это мой двор, уходи отсюда. Мне нравится то, что хоть и город миллионник, но я его ощущаю таким небольшим городком, где можно везде найти знакомого, либо знакомого-знакомого. Я не пойду специально снимать, искать какой-то кадр, потому что мне особо не надо что-то кому-то доказывать. Я родился в городском поселке в Беларуси, вырос в Казахстане, тоже в небольшом городке. У меня отец военный, и его с одной части переводили в другую, и, собственно, там расформировали одну часть, сюда уже перевели. И где-то с шести лет я уже переехал в Омск, и уже сознательную жизнь я проводил в Старом Кировске. Старый Кировск – это же частные дома, то есть какие-то простые дворы, похожие как на деревню такую небольшую. Также я ездил в детстве к бабушке, собственно, тоже в деревню. Такая-то вот такая, может быть, любовь у меня к старым вещам, допустим, к сараям, к чердакам каким-то, где много всего интересного. И, возможно, от этого я тоже люблю замечать какие-то такие старые вещи в большом городе и фотографировать. Алексей Степаненко – уличный фотограф. Снимает Омск не фасадный и переносит очарование подворотен на открытки. По результатам международной фотопремии 35 Awards вошел в число 70 лучших стрит-фотографов. В 2021 году стал финалистом конкурса сибирских фотохудожников «Makers of Siberia». По образованию Алексей – инженер в сфере информационных технологий. Работает художником трехмерной графики и преподает 3D-моделирование в ОМГТУ. Фотографию считает своим хобби и в основном делает снимки на телефон. Фотографировать начал, в принципе, можно сказать, давно. Делал различные снимки, фотографировал простые какие-то моменты. Показывал своим родным, близким. И как-то сестра мне говорит, Леха, ничего бы тебе не сделать открытки с фотографиями своими. Я подумал, что, в принципе, да, идея неплохая. И попробовал сделать такую пробную партию. Получил какие-то положительные отзывы и отпечатал эту же партию, которая сразу же быстро разошлась среди коллег. Я подумал, что, в принципе, идея делать такие неформальные открытки довольно интересная. Ну и, собственно, с этого все и началось. Фотография – это как увлечение. Если этим конкретно заниматься на постоянной основе, то увлечение может прирасти в какую-то бытовуху и уже перестанет приносить удовольствие, и волшебство исчезнет. Фотографирую я на телефон, и, можно сказать, специально я никогда ничего не ищу. И все мои снимки, они рождаются вот в каком-то определенном моменте. Я иду на работу через дворы обычные, через улицы, которые далеко находятся от центра. Ну и, собственно, я фотографирую. Думаю, даже если бы я где-нибудь в центре жил, все равно у меня бы очень много фотографий прослеживалось именно из двориков. Потому что я нахожу очень интересным то, что может находиться внутри какого-то двора. То есть там есть какая-то своя атмосфера, свой настрой и вот эта вот эстетика, которая мне очень нравится. Я все время говорю, что я фотографировать не умею, и все мои снимки получаются чисто случайно. То есть я оказался в нужном времени, в нужном месте, и вот сфотографировал, получился интересный кадр, и на этом все. Это, наверное, единственный такой кадр, за которым я гонялся продолжительное время. Ну, смотришь всякие картинки в интернете, и часто попадались такие кадры, как летящий самолет где-нибудь над небоскребами, над какими-то красивыми местами, и думаешь, у нас же есть аэропорт в центре города почти, и почему бы не попробовать снять примерно что-то похожее. Смотрел время прилетов самолетов на сайте. Ну, собственно, уходил с работы там где-то на полчаса раньше, на час раньше, и ехал куда-то вот сюда вот в центр. Сначала пытался снять кадры где-то на центральной улице возле кадетского корпуса. Сначала стоял в одном месте, смотрю, летит самолет. Вижу, что он летит где-то сбоку от меня. Я бегом туда, фотографирую, ну, и что-то получается как-то так себе не очень. И вот так вот я пытался там изо дня в день найти какой-то такой интересный ракурс, и все, ближе-ближе-ближе подбирался к этому месту. Особо ничего не выходило, и стоял, размышлял возле калиточки этого двора, что мне делать дальше. Проходит женщина и говорит, вам открыть? Я думаю, да, хочу зайти, посмотреть, что за дворик такой. Может быть, здесь получится что-то интересное. И стал уже ждать самолет в этом дворе. Был такой интересный момент, что непонятно, полетит он с этой стороны, либо он будет садиться с обратной. И стоишь, и ждешь, и непонятно, будет ли этот самолет, либо нет. Ну и, собственно, дождался. Ну и получился, мне кажется, такой вот замечательный кадр. Бывают такие случаи, когда ты идешь, смотришь, О, открыта калитка, обычно она закрыта. Дай-ка я туда зайду, и уже смотришь, что там можно интересное найти. Бывают, подходят люди и говорят, не надо тут ничего фотографировать, это мой двор, уходи отсюда. Сейчас там милицию, полицию вызову, я тебя запомнил, еще раз здесь увижу, и будет плохо. Люди разные бывают, кому-то все равно. Кто-то интересуется, что я там пытаюсь снять, когда вокруг ничего красивого с виду нет. Ну вот, как-то тут получается. Ну посмотрите, какая геометрия, какая композиция. То есть, ну это же настоящая штука. Вошел мой, мой вакон вошел. А где вакон? Отремонтированный. Где вакон? Вот этот, наверное. Иногда я начинаю общаться с людьми, чтобы их сфотографировать. Бывало так, что там тоже смотрю, сидит мужчина какой-то в камазе, в таком в оранжевом. И думаю, может получиться что-то интересное. Я уже к нему подошел, говорю, вот можно вас сфотографировать? Он говорит, а зачем? Я говорю, ну вот, я увлекаюсь фотографией. Мне кажется, ваш кадр может получиться интересным. Дает разрешение. Но здесь бывают тоже такие минусы, что он начинает смотреть тебе в камеру, и уже не получается какой-то естественности. Ты фотографируешь, ну да, сидит, смотрит, ждет, когда ты его сфотографируешь. Ты уходишь и понимаешь, что особо ничего интересного, такого не получилось. То есть интересно получается, когда люди этого не ожидают и занимаются своими делами. Эта фотография была сделана для конкурса «Фото нон-стоп». Конкурс заключался в том, что необходимо было делать по одной фотографии на определенную тему каждый день. И тема этого дня была название «Красный». Ну и, собственно, я сначала пытался фотографировать какие-то дома, заборы, какие-то просто элементы, которые могли там лежать на земле, либо где-то еще. Ну и подумал, а что у нас еще может быть красным? Это трамвай. Ну и так как мой путь на работу лежит через трамвайное депо, я подумал, что надо там постоять, попробовать половить кадр. Ну и там такое место, где трамвайные пути имеют поворот. Ну и, собственно, если встать в правильном месте, то будет казаться, что трамвай едет на тебя. Ну и опять же сделал такой снимок, уже дома опять посмотрел. Понял, что из всех фотографий вот эта фотография с женщиной с красными губами, с красным трамваем, с красной одеждой очень подходит под эту тему. Ну и, собственно, этот снимок победил в этом дне. Ну и с этого, в принципе, все и началось. Вот эта вот любовь к трамваю. И первая моя партия открыток, она была именно с этой фотографией. И, как я и считал, эта фотография будет главной фишкой этого набора. Мне нравится то, что хоть и город миллионник, но я его ощущаю таким большим городком, где можно везде найти знакомого, либо знакомого-знакомого, и все друг друга знают, что очень быстро можно добраться с одной точки в другую. Это меня очень привлекает. Ну и нравится очень тихий, спокойный темп города. То, что не надо никуда бежать, спешить. Если брать какие-то другие города, то там бешеный темп и какой-то такой стресс. Здесь можно считать, что ты отдыхаешь. Я сейчас борюсь с мусором. Начинаю с мусором, который у меня находится возле моего дома. Пишу в разные инстанции, чтобы обратили внимание на эту проблему, чтобы ее убрали. Мне приходят ответы различные. Пока решения нету, жду и все время пытаюсь не останавливаться на этом и решать дальше эту проблему. Эта фотография тоже, как и большинство, сделана чисто случайно. Я шел по делам, увидел сначала котов на лавочке, которые сидели, начал подходить. Там же оказались и бабушки. Тут же я увидел ковер, который лежал перед подъездом. Сначала я стоял издалека, пытался как-то сфотографировать, но подумал, что кадр слишком хороший, и надо все-таки подойти и попробовать все это с дела сфотографировать сблизи. Я подошел, немножко разговаривался с бабушками, говорю, так и так, можно вас сфотографировать. Мне поступил такой вопрос, что ты же уже нас сфотографировал, зачем спрашиваешь еще раз? Ну и оказалось, что уже кто-то находил такой кадр, уже тоже фотографировали. Этот кадр отправил на конкурс. Почему его выделили? Наверное, потому что он какой-то живой и, собственно, он совсем не статичный. И, наверное, вот людям как раз-таки интересно увидеть живую картинку, настоящую, с какими-то эмоциями. Возможно, поэтому. И, наверное, редактирование фотографии у меня заключается в том что во первых я правильно кадрирую фотографии и стараюсь выровнять все вертикальные горизонтальные линии а если в кадре попадает какой-либо мусор и допустим здесь кусочек попадал и я его средствами программы немножко подмазал чтобы он уже здесь вот в этом месте не бросался в глаза также подгоняется под размер 10 на 15 фотография и уже выставляется мои значки омск живой я люблю симметрию и стараюсь сделать так чтобы там где можно применить метры она собственно было и чтобы у меня все но по такой воображаемой сеточки вся фотография находилась и компоновалась бывает также небольшая цветокоррекция делаю фотографии более контрастные либо вытягиваю какие-либо цвета потому что так либо иначе телефон не умеет с точностью передавать цвета которые мы видим в живую глазами поэтому когда я добавляю контрастности мне кажется картинка становится более такой привычной для глаза но основном конечно это больше молодежь покупает собственно те кто покупают они довольны они говорят мы фанаты хотя я такой очень скромный человек и все время думал что люди преувеличивают и но это же просто картинки которые мы как так могут нравиться людям и что они вот прям в большом таком восторге но опять же были такие комментарии что там это мои окна знакомая моя просила распечатать и фотографию в большом формате на виде плаката и отправить в питер потому что она там живет и на одной из фотографии была улочка где она ходила каждый день люди постоянно ходят между возле вот этих мест и собственно им это очень кажется родным взима это удивительное время года когда все вокруг преображается город засыпает снегом и все эти пушистые шапки ложатся на машины метки деревьев что что это очень красиво со стороны зимой можно окунуться в такую небольшую сказку со мной связалась создатель проекта и предложил поучаствовать в качестве фотографа на мои фотографии накладывали рисунки и собственно картинки можно сказать оживали и уже выглядело просто как фотографии какого-либо места которые мне сказали там сфотографировать вся эта история оживала и выглядело довольно интересно когда говорят снимать то что надо другому человеку здесь конечно есть такой небольшой дискомфорт для тебя потому что ты начинаешь выходить из зоны комфорта но все равно интересный опыт и я рад что получас в этом проекте этот снимок я делал кажется под новый год когда я был у родителей они живут в старом кировске ну и там вышли смотреть салюты различные и было довольно прохладно топятся печи достал телефон начал фотографировать на длинной выдержке чтобы показать как дыма поднимается из трубы но и облака которые могли быть на небе они тоже немножко смазались и получился вот такой эффект небольшой как северное сияние я подумал что в принципе получился интересный кадр я на работе занимаюсь собственно 3d моделированием и подумал что можно взять и что-то совместить с моими открытками попробовал у меня не хватило знаний по программированию с первого раза у меня ничего такого финального проекта не получилось поэтому я просто смонтировал такой небольшой ролик выложил его в соцсети людям очень понравилось я подумал что надо будет как-то вернуться к этому проекту и попробуйте сделать приложение еще раз ну и так как я являюсь еще преподавателем я подумал что возможно это будет хорошая тема для диплома для выпускной работы и предложил одной из студенток поучаствовать в этом проекте сделать дополненную реальность на открытке и где ей понравилось и собственно началась работа принципе это приложение уже рабочие там есть конечно небольшие проблемы можно скачать смотреть дополненную реальность на моих открытках иногда я прибегаю к трехмерной графике для того чтобы сделать красивую презентационную картинку чтобы не выстраивать свет бывает проще сделать все это в трехмерной графике и от рендере и получить вот такую вот картинку со стороны это выглядит просто как фотография то есть можно увидеть что там открытки и там значки и магнит в общем то что я делаю но то что это не фотография картинка это уже здесь большого смысла не имеет у меня небольшая коллекция такая автоаппаратов появилась она не специально люди кто знают что я увлекаюсь фотографии подарить какие-то фотоаппараты собственно там полароид мне подарили какой-то смену подарили мне некоторые фотоаппараты я купил сам самый первый фотоаппарат который я купил это такой вот зенит 11 относительно недавно я еще на него снимал на черно-белую пленку получились там несколько интересных кадров ну и покупал я его ради вот этого объектива для того чтобы его прикрутить на свою зеркальную камеру и уже пытаться фотографировать на портретный объектив и относительно недавно в том году я собственно от купила тоже вот среднеформатный фотоаппарат мне во-первых понравилось как он выглядит подумал что он будет отличаться из всех фотоаппаратов моей коллекции но опять же он в рабочем состоянии и можно опять же купить пленку и пробовать дальше снимать у меня был опыт напечатать этот снимок на фотобумаге попросил знакомую кто этим занимается и вот мне напечатали методом лид печати вот такие снимки каждый снимок можно сказать уникальный потому что лид печать это такая печать которая невозможно получить два одинаковых снимках где-то будут немножко разные это он так сказать пятна на фотографии где-то она будет светлее где-то темнее то есть результат такой можно сказать непредсказуемый и тоже как такое творчество момент творчества здесь тоже присутствует кстати он самолет летит а он сейчас на взлет пошел я никогда не замечала что-то у меня плохое настроение и мне хочется сделать какой-то мрачный кадр либо наоборот если у меня там хорошее настроение то будет получаться какие-то веселые какие-то сюжеты нет фотографии главное в моей это что-то заметить случайно либо там специально ну и сделать кадр я очень вредный обычно я могу на говорить что у меня вообще раздвоение личности собственно я могу быть очень добрым и позитивным человеком иногда там ко мне лучше не подходить то же самое я могу сказать что я супер простой человек и как мне сказано так и будет сделано иногда я все могу там переусложнять и делать там совсем по-другому как мне там просят и там стоять на свои какие-то принципах но в любом случае как я себя считаю что я человек хороший добрый и и очень противоречивый ну то есть это как и фотографии и здесь невозможно сказать что-то конкретно вот вот так и и вот больше никак фотография это больше как философия для меня то есть я не могу четко дать ответ для чего я это делаю зачем сколько я буду этим заниматься то есть я это делаю по какому-то внутреннему ощущению я иду мне нравится что-то я фотографирую что-то если у меня не будет настроение я не пойду специально нам снимать искать какой-то кадр потому что мне особо там не надо что-то кому-то доказывать собственно открытки я тоже делаю потому что есть какое-то вдохновение и мне нравится тот процесс тот результат который я получаю главное чтобы результат нравилось самому себе и уже люди могут найти в этом что им понравится